Добрый день! Казачий патруль города Алушта. Вы знаете, что здесь находиться нельзя, это закрытая территория. Можно ваши документы? Да, да, конечно. Удостоверение рабочее. Александр Русаков вступил в ряды крымского казачьего войска в 1996-м. Тогда это показалось мужчине лучшей возможностью проявить заботу о жителях родной Алушты. За 24 года ничего не изменилось. Узнав о режиме самоизоляции, одним из первых вызвался патрулировать местные улицы. А вы куда? На почту. Вам получить посылочку, да? Да. Хорошо, проходите. Спасибо. В связке работают один полицейский и два казака. Результат налицо, в округе не души. Пройти через пост могут только те, кто живут в этом районе. Предъявив паспорт, разумеется. Мало людей возле моря. Да, они сюда толпу не пустят. Охраной порядка и контролем соблюдения правил режима повышенной готовности занимаются 40 добровольцев. В 9 утра построение, утверждение задач на день. Заканчивают патрулирование строго в 18 часов. Таких постов на территории Алушты-6 свою волонтерскую деятельность казаки осуществляют практически по всему полуострову. Кстати, одним обеспечением безопасности она не ограничивается. В Ялте, к примеру, обеспечивают социальную помощь, в том числе и сотрудникам почты. Насколько ваша деятельность важна именно в этом направлении? Я считаю, что она очень важна, так как в данное время очень выросла нагрузка на почту. Помогаем в те дни, когда доставляются пенсии, большие суммы люди с собой носят, особо ценные грузы, посылки. Работаем совместно с полицией. На набережной и в других районах Ялты дежурят 150 человек. Если вы хотите помочь добровольцам, лучшего средства, чем соблюдение самоизоляции, не найти. Стефан Филатов, Евгений Гарбузов. Утро нового дня.